Приветствую вас. Много сочувствия к вам. Много сожаления к тому, что происходит. Но я должен сказать несколько вещей, которые, возможно, вам не очень понравятся. Первое, это то, что психологи не занимаются тем, что обсуждают три этих лица. Мы не можем этому делать, это нарушение профессиональной очки. Это первое. Второе, второе, я бы сказал, что по моим ощущениям, я бы сказал, что ситуация, которую вы описываете, но вершина Айнберга только лишь. Вот почему. То, как вы устраиваете отношения с мужчинами, то как вы это делаете? Вот у меня вопрос. Во-первых, знакомство с интернетом. По-моему, в какой-то степени, не то чтобы странно, просто специфично. Я бы так сказал, специфично. Вот. Это первое. Что это значит специфично? Специфично означает, что отношения в интернете, знакомство в интернете обладает некоторыми особенностями. Которыми особенностями, которыми вы, как мне кажется, не готовы. Первая особенность то, что человек не воспринимается целиком. Первое и второе. Общение в интернете способствует тому, что человек не воспринимается целиком. Как некий товар, как некую вещь. Вот. Это тоже, ну, особая черта. Дальше обязательным пунктом идет то, что в интернете, как правило, знакомятся люди, которые обожглись на реальных знакомствах. Либо которых, в силу, рядом причин, сложно знакомиться. Ну, не сложно может быть. Ну, как-то непросто, да. Не хочется, может быть, знакомиться. Вот. В интернете, ну, в реальной жизни. Вот. Это вот тоже такой крайне важный момент. Это первое. Следующее. Между вами и парнем, даже, вот, с моей, как бы, позиции, да, с моей точки зрения, очень мало общего. Очень мало общего. Знаете? Вот как это, как это мне видится. Очень мало. Общего. Настолько мало, насколько это, ну, вообще важной. Я бы так сказал. Да, не претендую на истину. Сейчас. Вообще. Вот. Но видится мне эта история именно такой. Вот. Ну, сейчас. Ну, потому что, во-первых, в интернете знакомитесь вы, как бы. Вот. Во-вторых, ну, тут такая его позиция. 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 Позиция, о которой человек говорит. То есть, это позиция. Сразу. Хочу. Интим. Вот. Сразу, значит, подавай мне интим. Вот. Ну, вы это восприняли почему-то нормально. И вас не насторожило, что человек сразу хочет интимно. Хотя, по-хорошему, ну, по идее, как минимум, то, что он сразу заговорил об инстиме, да, на первых свиданиях и так далее, и так далее. Ну, уже раз, как минимум, навело бы на мысль о том, что, вот, у человека ценности, по крайней мере, ценности у человека, ценности. Такие. К этому можно по-разному относиться, да. Вот. Можно абсолютно по-разному к этому относиться. Можно думать, там, ну... можно думать, что человек поступает аморально, можно думать, что человек поступает, ну, там, неправильно, вот. Ну, а это другое. Вот эти вот ценности. Вот у него такие ценности. Вы на это, как мне кажется, внимание свое не обратили. Вот. Я думаю, ну, я ему сказал, что рано, я ему говорил, что рано, я ему говорил, что рано, что я не готова, ну, вот, и так далее. Вот. И я вас понимаю, с одной стороны. А с другой стороны, вы оказались не готовы к тому, что человеку важнее его собственные ценности. Его собственные желания. А, ну, вот, так оказалось, что ему важнее его собственные желания. Хорошо это или нет. Да? Не имеет особо, 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 вначале, вначале. Вот это то, о чем я пытаюсь, эээ, то, что я вам пытаюсь донести. Сейчас. Что у человека есть, эээ, его собственная позиция, его собственные ценности, которые вы проигнорируете. А потом для вас стало неожиданностью, что он вам прислал видео. Вот. Понимаете? Какая штука. Да, безусловно. Очень неприятно. Ну, а это, как бы, мне кажется, что на что вы рассчитываете? Вот. Постоянно говорю в этой песне, да? Постоянно говорю, что хочет секс. Ну, так уж если секс, то, что его главное. Дальше. Следующая особенность. А, его требование на внимание и ваши чуть повинны. Ну, по отношению к нему. Так, вы себя, как бы, ну, виноваты, получается, чувствовали. Что здесь? А, ну, вот, чувство вины. Что здесь? Здесь, в чувстве вины, как мне кажется, есть невыраженная злость. Ваша злость. То есть невыраженная злость на человека. Ну, ну, в первую очередь, наверное, наверное. А, злость, злость это вообще всегда больше, больше про, точнее, вина, вина, простите, понятно? Вина, это всегда больше про злость, про желание установить, ну, определенные границы, вот, которые вине выставляют. Потому что привыкли, я так полагаю, это подавлять в себе, к сожалению. Вот. Ну, вряд ли вам это, вряд ли вашу жизнь это делает легче. Итак, первое. Вы позволяете человеку требовать от себя чего-то, что вы ему дать не могли. Далее, вы чувствуете вину, вы чувствуете себя виноватым, то есть не уверены в том, что вы делаете. Вот. И, соответственно, вызываете у человека что-то, агрессию, таким образом, таким образом, потому что вы вызываете признавать какие-то факты. Тем самым, вы провоцируете человека на то, чтобы совершать какие-то действия, чтобы показать вам, как обстоят дела. А по факту, по факту дела обстоят. С таким образом, что вы не даете человеку что ему нужно. Которого вы ему не даете. И поймите правильно, поймите правильно. Я не считаю, что вы должны давать ему. Нет, если вы не хотите, то не нужно. Но он проиллюстрировал, что мне с вами происходит. И вам это неприятно. Вам неприятно, что он проиллюстрировал то, что между вами происходит. Что означает, что вы бежите от самого себя и от своих чувств. Вы отказываетесь признать, например, что секс на первых порах для вас неприемлем, а вы этого как будто бы стесняетесь. Вы отказываетесь признать, например, что не может и не хотите давать мужчине, ну не знаю, больше внимания, например, чем вы даете. Наоборот, вы все время находитесь в таком состоянии, что я должна ему больше давать внимания. Кстати, вопрос. Нет ли у вас такого, что вы как-то за человека, ну например, как-то за человека, чересчур держитесь, нет ли у вас такого. Мне почему-то показалось, да, мне почему-то показалось, что для вас он стал слишком важным. Потому что как бы важным именно в определенном аспекте. Ну то есть, то есть, что я имею в виду, да? Аспект того, что вам нужно, аспект того, что вам хочется. Вы выставляете его на первое место. Вот. И это нормально. Но не совсем отдаете себя отчет в том, что же вам нужно, почему вы нуждаетесь. И в итоге получается, что выступать в отношении надеясь на одно, получается, ну, несколько, а другое. Вот. Я бы так сказал. Ну я бы вот, я бы в таком ключе бы вам ответил. ответил здесь. Ну то есть, для меня это выглядит вот так. То есть, вам нужно, как мне кажется, просто повышать свое осознание, да, определять, что вы хотите. Вот. Потому что сейчас мне кажется, что вы переживаете не только то, что произошло. Вот. Мне кажется, что вы... Ну, мне кажется, вы знали. Мне кажется, вы знали, что этим может кончиться. Мне кажется, вы знали. Ну, мое мнение. Мое мнение. Ну, так вот. Так вот. Это главное, чтобы быть с ней собой и, как бы, ну, признать, что вы переживаете сейчас за потерю всего-то. Ну, за потерю чего-то связанного с этим мужчиной. Вот. Ну, тут важный момент, на который вы не обратили внимания, это момент, связанный с тем, что, на мой взгляд, этот момент связан с тем, что вы, как бы, ну, забываете о том, что восприятие отношений у всех разных. Понимаете? Вот. И то, какое отношение, восприятие отношений у вас, вот. Совершенно не означает, что такое же восприятие будет у вашего партнера. К этому нужно быть принципиально внимательным. Если вы видите, особенно в начале отношений, что человек требует секса, а вы, соответственно, это, ну, вы к этому не готовы, то это уже очень серьезное основание для того, чтобы думать, что, возможно, вы не подходите друг к другу. Если кто-то из вас не готов поступать. Ну, а, как бы, тут совершенно, на мой взгляд, очевидно, что человеку вам, ну, грубо говоря, выступать не готов. Ну, ну, как мне видеться, кажется, и так давно, вот. Так что, как справедливо сказал мой коллега Кудрих-Кудрышев, Игорь Леонидович, для вас это травма. Тем более, у вас случился нервный строй. Это говорит о том, что, ну, это говорит о том, что вам это все было очень важно. И вот, вообраз только в том, что именно было важно. Я бы очень хотел, я бы очень сильно хотел, вот, разобраться, а, что в том, да, что вам, что для вас в этом было важно. Понимаете? Потому что есть у меня такое ощущение, что ваша симпатия к парню. Понимаете? Ага. Она направлена на вас. А не на него. Вот. Это, это неплохо. В общем, я говорю. Просто это влияет на этот, это влияет на развить отношения. Поэтому, в итоге, ваши отношения стали тем, чем они на мой взгляд были вначале, а именно тем, что каждый человек в отношениях, каждый партнер в отношениях решил свои проблемы. Вот это. Это просто решение проблем. Вот. Кадычек решал свои проблемы, и вы решали свои проблемы так же, как решал он их. Вот. Только у него получилось, эм, их решить. Вот. А у вас, нет, у вас не получилось, не получилось. Вот. Поэтому вам больно, не знаю, что не вышло. Я вас... Я вас понимаю. Я вас понимаю. Но помочь вам можно только в процессе терапии, да? только научив вас чувствовать себя. Вот. Вот. Потому что... По каждому, мне кажется, вы себя не чувствуете. И отношения с мужчинами, ну, выстраивать вот так вот. Ха... Довольно... Хаотично. Что-то... 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 Такой ответ, я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом. Оменьшите ярко. Удачи.